А стоила ли того программа? А помогло ли мне это? Досмотрите до конца и узнаете. Месяц назад я начал долгий путь к набору массы. У меня не было опыта работы со спортивным инвентарем фитнес-зала, техникой выполнения упражнений, да и вообще отсутствовало понимание, какие упражнения выполнять, чтобы начать расти. Самая первая задача, которую мне предстояло решить, это поиск опытного ментора, который помог бы мне изменить мое тело. Им для меня стал Спартак с канала SJBuddy. За небольшую сумму я приобрел у него на сайте программу для набора мышечной массы. В него входит 4 недели тренировок и методичка по питанию. За этот месяц я применил на себе все советы, которые давал Спартак и готов ответить на вопрос. Можно ли эффективно тренироваться по онлайн программам? Стоит ли тратиться и покупать программу Спартака? Так, для начала хочу сказать, что показывать всякие упражнения, советы и инструменты из программы я не буду. Поймите, это огромная авторская работа, которая к тому же еще и монетизирована. Так что давайте не будем оскорблять Спартака и обесценивать его труды. Пройдемся по общим моментам, посмотрим, что в принципе у него там указано. Вообще-то, кстати, все, что есть у Спартака в платной программе, есть и бесплатно у него на ютуб канале. Вот тебе упражнения на конкретную группу мышц, вот мотивация, вот советы про то, как качаться при грыже. Хотя, я бы все-таки переждал в таком случае, но мастеру виднее. Можно перейти по ссылке в описании и забрать в Телеграме бесплатно целое меню, где Сайтама вам расскажет, что кушать и как приготовить. Андрей, наустрой, я готов лечиться своих волос. Предлагаю цену. Также в наличии на канале советы про то, как стать богатым, сколько нужно отдыхать, информация и про креатин и элькарнитин, что нужно качать пацану. Нефть! Поможет ли соду увеличить член, а также хобби-хорсинг, что в принципе тоже неплохо. Кстати, хочу сказать, что Спартак выложил бесплатную версию программы у себя на сайте. Если вы хотите узнать отличие бесплатной версии от платной, то просто дайте нам об этом знать. В комментариях. Или же напишите вконтакте, кстати, некоторые так дела. После оплаты вам на почту приходят пароли от личного кабинета. Переходим, вводим логин, пароль и попадаем на конкретную программу. Да, их тут довольно-таки много. Но остановимся на конкретно нашей. Набор мышечной массы. И так. Вот что сюда входит. Четыре недели и питание. Советов про соду и член, к сожалению, нигде не видно. Минус на небольшой. Переходим далее по вкладкам. Начнем с самого неочевидного. Питание. Листаем в самый низ. Наблюдаем перед собой 6 пунктов. Как рассчитать БЖУ для себя. Здесь Спартак привел формулу расчета дневной нормы. Подставляете свое значение и получаете нужное для себя. Советы. Тут вы узнаете о том, сколько раз в день желательно питаться. О важности подготовки пищи для себя заранее. И немного разного. Примерный прием пищи. Тут скорее про составляющие вашего рациона. И про взаимозаменяемые продукты. Разрешенные продукты и напитки. В какое время есть. Сколько пить воды. Ну, в общем, понятно, о чем речь. Выше есть интересная штука, которая действительно смогла меня удивить. Это колоризатор. Тут вы можете узнать про калорийность и количество в БЖУ большинства продуктов. Что очень сильно упрощает слежку за своей дневной нормой. Честно, даже близко не представлял, что такие сайты есть. Спасибо, что отметил. Кстати, кину в описании. Интересная штука. Полистайте на досуге. Узнаете много об анализаторах, диетах и о многом другом. Ну и переходим к оставшейся части. Это список из 4 недель, которые идут по порядку. Программа рассчитана ровно на месяц. В каждой неделе по 3 тренировки. По недельник, среда и пятница. Каждая тренировка в себя включает проработку общей большой группы мышц. Например, ноги, спина, грудные. А также конкретный бицепс, трицепс и плечи. На каждую группу в среднем указано 4-5 упражнений. К каждому из которых прикреплен небольшой видеоролик. Длиной в минуту. Где объясняется техника и нюансы. Ниже каждого видео есть описание. Там вы узнаете про количество подходов и какой вес нужно брать для себя. Также не забываем про разминку перед тренировкой. Да, она тут тоже указана. В среднем тренировка у меня занимала где-то 50 минут. При условии, что каждый раз я еще совмещал и кардио, чтобы разогнать сердечко. Перед тренировкой я всегда или крутил велик, или легко бегал по дорожке. Не больше 10 минут. Также вся программа Спартака направлена на прогрессирование. Если на первой неделе вам нужно было отжаться 40 раз, то на последней эта цифра уже составляет 120. Были и упражнения, с которыми у меня возникли трудности. Взять, например, экстензию и гиперэкстензию на спину. Выполнял я их с краснющим лицом, потому что было малость неудобно. Дело в том, что угол с гирями у нас в зале один, и лавки есть только там. И не совсем удобно ложиться и начинать жестко плавать в то время, когда лютые качки пампят там свои баночки. Упражнение-то отличное, спору нет. Просто я, как человек неподготовленный, столкнулся с проблемой. Проблемой волнения о чужом мнении. В программе есть такие упражнения, которые для новичка выглядят чуть необычно. И я столкнулся с психологической проблемой их исполнения. Ну, по крайней мере, на первых двух неделях. На последних мне было уже плевать. Теперь подведем итог. Я готов ответить на вопрос, стоила ли она того, помогло ли мне это. Блядь, да. Определенно. Спартак-гений, его программа удобна и объективна, нет никакой лишней мишуры, только четкая инструкция и инструменты. Даже если вы абсолютно не ведущий идиот, и ваш IQ равен 5, но вам хватило ума соблюдать программу и не пропускать тренировки, то вы абсолютно точно наберете пару килограмм в течение месяца, даже если вы эктоморф. Теперь посмотрим, как на меня повлияла программа. Мой вес на старте был 58,4. На выходе доходил до 63. Результат набора 4 килограмма. Для кого-то это, может, и покажется мало, но я остался очень доволен. Мое самочувствие улучшилось, как и техника исполнения упражнений. Я стал более энергичным и жизнерадостным. Даже повысилась либидо, что особенно порадовало. По итогу хочу сказать, что программа Спартака определенно стоит своих денег. Конечно, наверное, ты этого не услышишь, Спартак, но я хочу сказать тебе спасибо, ты помог мне стать лучше. Те 2% зрителей, которые досмотрели до этого момента, респект вам, ребята. Не бросайте тренировки и сцепления. Всем удачи, пока.